Всем привет! YouTube канала Аградвиж. Перед началом ролика советую подписаться все-таки на мой канал. Тут внизу под видео, где-то вот здесь есть, как подписаться, нажать колокольчик, чтобы не пропускать видео. Итак, теплица огурца. Нахожусь я под Мариуполем. Высота теплицы 3,5 метра. И хотел бы сделать обзор на эту теплицу, на эти растения, что бы с ними я порекомендовал бы сделать. Итак, 10 августа, в начале августа высадили сюда 40-й кассеты. У нас сегодня 22 сентября. Высота растения больше 2-2 метров. Плодоношение уже тут вверху. Вот оно все это плодоносит, все загружено плодами. И какие особенности? На растение должно быть 18-19 листьев. Сейчас насчитываем около 30 листьев, это много. Корню тяжело качать и нужно сделать растение более проветриваемое, чтобы меньше было заболеваний, в первую очередь. Для этого снизу мы убираем лист. Убираем, либо пополам ломаем черешок, либо убираем так, вот пример, чтобы оставить вот такой небольшой шрам. И сравнить площадь повреждения вот такого отрыва листа с вот таким. Когда черешок ломаешь пополам, то здесь площадь будет меньше и эта ранка затянется гораздо быстрее. Это особенность. Снизу убрать 3 листа. Потом я бы убрал бы листья еще по растению. У нас теплица расположена с востока на запад. Ну это особенность местности, но не суть. Я убрал бы с южной стороны, это у нас южная сторона, 2 листа еще на растении, чтобы дать растению больше солнца, стволику больше солнца дать. Убрал бы там через какое-то расстояние, чтобы попадало солнце сюда и сюда. Это позволит междоузлию этим вот местам, вот здесь, да, вот у нас, видеть солнце. Они будут прогреваться и получим вторую волну плодоношения. Это нужно сделать, чтобы эти междоузли, места, где крепятся листья, видели солнце и появилась вторая волна плодоношения. Вот здесь было, здесь растение, как-то увидело солнце. Можно вот так сделать. Вот, и вот вторая волна плодоношения. Также, также видно, что в теплице классно справляются с заболеваниями. Это хорошо. Значит, можно все-таки вызвать вторую волну плодоношения. Да, добавив корень в полив, где-то грамма полтора на куст селитры аммиачной и полграмма карбамида. Я бы сделал такой полив бы. То есть лишняя доза азота провоцирует на рост зеленых побегов, чтобы они начали расти, потому что уже пора получать вторую волну плодоношения. И обработал бы по листу карбамидом. Грамм 40 на 10 литров покупать растение после обломки листа, чтобы попало это все на листья. И насыдить максимально эти растения азотом, чтобы они отдали вторую волну. После этого нужно аккуратно следить за заболеванием, потому что лишнее внесение сверхдозы азотных удобрений провоцирует заболевание. Листь растягивается, стенка клетки становится более тонкой, и тогда проникают все заболевания на середине, на конец сентября условия для заболевания. То есть спровоцировать, но держать ридамил или привикур, либо какие-то без разницы, любые другие препараты на подготовке, чтобы сдержать заболевание. Это я порекомендовал бы сделать с огурцом в этой теплице. Потом через дней 5, через неделю еще раз там убрать снизу 2 листа. Тут где-то сверху, где-то вот уже где-то отсюда убрать еще лист тоже. Да, это растение экспериментарное, на котором я поиздеваюсь. Оно сейчас увидит, что для нее будет стресс. Самая главная особенность, к чему нужно стремиться, не больше трех листьев за раз. Что на томате, что на огурце. То есть не больше трех ран. Тут для растения и принцип не листья убирать, а принцип раны. Вот рана, раны, там еще снизу убрать 2 листа. Это главное, что здесь сейчас нужно сделать. И можно получить вторую волну плодоношения. Она не будет такая эффективная, как первая, потому что у нас октябрь, ноябрь впереди. Там непонятно до каких моментов эти растения доживут. Но это я бы с этими растениями сделал. У них еще есть потенциал отдать какую-то урожайность. В принципе все. И чтобы еще, чтобы еще, возможно простимулировать корень. Какой-то гумат, я слышал сейчас биовин, работает круто. Я бы его тоже внес бы после азотных удобрений. Гуматы отвлекают на себя вредоносную флору. И там еще есть какие-то кислоты, фульвокислоты, аминокислоты. Они помогают корню лучше развиваться. И еще можно пройти в край теплицы, показать, как растения реагируют. Здесь вот растения, видите, они такие блестят, активные. То есть им хватает солнца. Здесь, где нету растений, видно, где у нас пропуск растений. Как при лишнем солнце активно растут пасынки. Им хватает освещения, и пасынки очень активно растут. Из этих растений всегда было видно, что на них больше, на этих растениях больше плодов. Так, и как ведут себя растения? Бывает, приходишь до кого-то в теплицу, до кого-то в теплицу, и видишь, что вот такие вот растения. Человек спрашивает, что с ним, с этим растением. А с этим растением у нас здесь выход с теплицы. Выход с теплицы, вот буквально 2 метра у нас выход, и растения все время обветриваются. Это вследствие не болезни, вследствие неплохого кормления. Вследствие того, что ветер эти листья повреждает. Для кого-то это не новость, а для кого-то, может быть, это помощь. Всегда нужно стремиться, чтобы воздух поднимался аккуратно вверх. Там, где больше обветривания, лист меньше, там, где, получается, воздух суши, лист меньше, урожая будет меньше. Где чуть лучше климат, более мягкий, там всегда будет больше урожайность. Такой обзор на теплицу огурца. Что сделать, если где-то у вас такие же условия. Здесь вот эти теплицы сухо. Ну, в меру сухо. Я бы сделал такие вот мероприятия, чтобы повысить урожайность. Если у вас такое же, делайте у себя. Если у вас совсем другие условия, то ни в коем случае не повторяйте, потому что будет хуже. Всем удачи, классных вам урожаев. Надеюсь, вы подписались на YouTube-канал Агродвиж. И в связи с этим у вас будет классный урожай огурца.